Всем привет! Меня зовут Услан Хубиев, это очередной выпуск Камера Села, и сегодня я распаковываю посылку, логично. Эта посылка не коллективная, это не коллективка, это посылка со склада, но знаете в чем соль? Соль в том, что здесь находится шок, мои комиксы, точка. То есть, обычно я в роликах за последние, не знаю, уже полгода, там либо коллективки, либо комиксы, которые там у меня заказали, но я так давно не показывал коробочку со своими комиксами, аж со времен первых выпусков Камера Села, и тут даже тогда там были не только мои комиксы, но и парочка синглов там, друзья. Но здесь я вот ее прям вот целехонько забил, тем, что у меня на складе завалялось, залежалось, и уже хотели это сжигать нахрен. Вот. Некоторые вещи, возможно, и стоило бы так сделать, но некоторые вещи были очень классные. Мне интересно, как они сохранились и как они дошли. Что, поехали открывать? В прошлом выпуске, да, кстати, я в джемпере, потому что по джемперам снова та же футболка, которая обычно у меня и бывает на роликах. Я не знаю, как так получается, что я начинаю снимать, ну, решаю снимать тогда, когда на мне эта футболка, возможно, она меня как-то мотивирует на съемки. Ну, как-то так, да, я решил, что не надо позориться, буду думать, что у меня в гардеробе одна футболка, а не две. Я очень рассчитываю, что здесь в посылке, в этой будут пузырьки, пузырьки-пупырки. Вот эта пупырочная пленка, потому что мне ее стало не хватать, а отправлять надо посылки людям. Вот, так что будем надеяться, а то попкорна у меня тьма тьмущая, а вот пупырок нет. 18 кило здесь, это максимум, который, в принципе, я отправляю в среднем в Россию, 18-17 кило. Вот, ну что же, они так хорошо запаковали. Все, 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 мы это сделали. Так, сразу же, что мы видим, это бэги с американским воздухом, которые пригодятся для последующей отправки. Ох, как хорошо доставать что-то свое. Так, поехали. Начнем мы с вот этой вот красоты, которую я, о господи, ждал очень долго. И которую мне еще не достать из коробки. Ой, как оно там не раздавило все по дороге. Так, это у нас, это у нас, как вы могли понять? О господи. Invisibles, Гранта Моррисон, уже появлялся в данной рубрике. Кто-то заказывал себе новый вариант. Я купил с рук, потому что мне он обошелся реально копейки. Вот, прям копейки копейные. Здесь немножко сбиты уголки, но буквально чуточку. И, учитывая вес книги, она, скорее всего, со стопроцентной вероятностью, она бы сбилась уже, просто стоя на полке. Поэтому я не особо переживаю. Она мне досталась там за 25 долларов или 30 долларов с доставкой по Америке. Ну, в общем, 50 где-то вышло с доставкой в Россию. И это довольно-таки дешево для омника таких размеров. И чует мое сердце... Да, теснее. Это ведь теснее, да? Это же не грязь? Нет, теснее. Чует мое сердце, что скоро он и Doom Patrol выйдут из печати. Вот почему-то мне так кажется. Они сейчас такие все дорогие, и везде вот эти вот омники появляются, что мне начинает казаться, что они скоро выйдут из печати. Ну, благо, Doom Patrol у меня уже есть, вы его уже видели, я его показывал. Теперь есть еще и Invisible, с комиксом Гранта Моррисона, за который он сел сразу же после Doom Patrol. Doom Patrol, конечно, он закончил писать в 93-м. Этот комикс он начал писать в 94-м. Могу там ошибиться на год. Поэтому ничего, ничего иного, нового уровня Моррисона вы там не увидите. В Invisible это продолжение. Это продолжение его идей, которые он заложил еще в Animal Patrol, которые он заложил еще в Британию у себя. Тоже психодел, тоже непонятки, тоже путешествия во времени и прочее. То, что любит Моррисон вплетать в свои произведения. Ладно, в общем, Invisible, с Омник. Я не буду его показывать, потому что он, сука, тяжелый. А да, это Hardcover, Oversight Hardcover, Марвеловский, Realm of Kings. Вот он. Это у нас вторая часть трилогии. Ну, как трилогии? Ну да, вообще трилогии, космо-трилогии. War of Kings, Realm of Kings, Eternal's Imperative. Вообще, я считаю, Realm of Kings, это называют второй частью, но я считаю это относительно последствиям War of Kings, как Shattered Heroes после Fear Itself был, или же Инициатива после Гражданки. Скоро, буквально недавно, если вы следите за нашим пабликом, за нашей группой, вы могли заметить новость о том, что скоро выходит Omnibus War of Kings. Он называется Inhumans X-Men, War of Kings, Omnibus. Inhumans X-Men это написано, потому что, ну, фильм. Нелюди выходят. Говорят, что нелюди это иксы киновселенной Марвел, Marvel Studios, но это, в частности, не так. Но все равно к этому немножко подводят уже даже издатели. И я этому рад. Почему? Потому что первая часть трилогии War of Kings Hard, вот такого вот размера, такого формата, он очень-очень-очень дорогой для своих размеров. Он вышел в ООП. И, возможно, что вместе с Omnibus выйдут еще и остальные части вторая, третья уже Realm of Kings. Как только выйдет, я это продам. А пока пусть лежит. У меня довольно-таки относительно мало космокомиксов на полке. Мне это раздражает, мне это расстраивает. Как и многие космособытия, в принципе, данное состоит из лимиток и парочки ваншотов. То есть здесь у нас лимитка про нелюди, лимитка про Скара, Сына Халка, лимитка про Стражей. Сейчас скажу еще про кого. А, и все. Да. Про Imperial Guard, не про Стражей. И ваншот, собственно, Realm of Kings. Ну, как-то так. Точно такое небольшое событие. На самом деле там еще было намного больше ответвлений. Меньше, чем в аннигиляции в War of Kings, разумеется. Но все-таки. Если вы любите космо... Космо-оперу, космо-марвел с 2000-х годов, с 99-го, 2000-х годов, читайте. Потому что она прекрасна, вплоть до Стражей Бенниса. То есть вплоть до Эра Эльтрона. Можете читать спокойно и вам понравится. Как нового, так и Стражей Эбната, ну, Лейнга Эбната, так и все, что по космо, по космо, что вы увидите, вам понравится. Вот правда. Такс. Смотрим дальше. А дальше у нас... Дальше у нас... Омник. Хард Омник. Лиги выдающихся джентльменов. Не мое. Да, я вспомнил. Все-таки здесь не все мое. Это у нас Омник, который закупил мой друг. Лук довольно-таки редкий, потому что в основном продаются Омники Лиги выдающихся в мягком переплете. Это, само собой, самый дешевый вариант. А на Амазоне, взято было на Амазоне. А на Амазоне, когда ты видишь самый дешевый вариант, приглядись к описанию, потому что может быть, что у тебя будет библиотечное издание. Ну, про Лигу я не думаю, есть ли смысл что-то говорить. Писал Мурк, рисовал Нил. А что такое Лига выдающих джентльменов, я думаю, вы должны знать. Если не знаете, то... Серьезно, ребят. Кстати, насчет библиотечных изданий, у меня пришел такой Heavy Liquid, и с этим возникла проблема. Если вы заказываете на Амазоне, допустим, самый дешевый вариант, или же просто дешевый вариант, смотрите на описание, я на полной всерьезе. Потому что библиотечные издания, помимо того, что они заклеймлены везде, вот на каждой странице, это, конечно, я утрирую, но все равно, где бы вы ни открыли, там может оказаться какое-то клеймо библиотеки. Вот как это сделано здесь, вот тут написано, как это сделано на обложке. Но еще одной хорошей и плохой составляющей библиотечных изданий, в прямом смысле библиотечных изданий, это то, что они упаковывают суперобложку в обложку. Вот здесь вы можете видеть на свету такой глянец. Это не глянец не суперобложки, а обложки, которые покрывают суперобложку, и чтобы ее снять, вам придется реально потрудиться, и вы можете порвать, к сожалению, вот тут, можно заметить, сейчас, вот тут она закреплена двумя полосками скотча. При попытке открыть, то есть снять обложку суперобложки, вы можете повредить саму суперобложку или же обложку самой книги. Так что будьте аккуратны. Я так с Heavy Liquid, к сожалению, обжегся, когда я снимал обложку суперобложки, точнее, обложку, когда я снимал скотч, который соединял суперобложку, обложку и книгу, обложка самой книги без суперобложки, что она немножко повредилась, то есть там вместе со скотчем отошел кусок переплета. Это было неприятно, но благо это под суперобложкой не особо видно. Так что будьте аккуратны, если будете заказывать. И я вас предупредил, так что не удивляйтесь. Далее. Наверное, самая спорная покупка из того, что здесь лежит. Скажу лишь то, что данная серия вышла в хороших хардах вся, то есть все три тома. Вышли в хороших хардах стандартного, обычного формата. Их можно собрать, они даже почти есть на Амазоне, на Истоке почти все. И тут Marvel зачем-то объявили о выходе Омника. Без лишних слов, это у нас Пауэрс, том первый от Айкона Бенди Сайоминга. Вот. Да, это тоже тот самый Пауэрс, который, по которому вышел сериал недавно, первый сезон. И это тот самый Пауэрс, новый онгоин которого, новый том которого, вышел буквально недавно, начал выходить. Это комикс про мир, который полон супергероев, как неожиданно, да? Полон супергероев, где они стали чем-то обыденным. И про двух полицейских, один из которых был раньше супергероем. Сейчас он с этим завязал. Я только что вскрыл, для чего? Для того, чтобы посмотреть, мне реально интересно, сколько номеров здесь в этом Омнике. Потому что, насколько я помню, было три тома. В первом было 37 номеров, во втором 30 или 28, а в третьем вообще мало. То есть 11 или 10. Мне интересно, сколько они номеров поместили сюда. Очень странная бумага. Это такой твердообзор внутри Омника. Здесь безумное количество дополнительных материалов. Намного больше, чем обычно помещают. Так, сейчас посмотрим по последней обложке, какой у нас здесь последний номер. Мне это, правда, интересно. Сейчас, секундочку. Бла-бла-бла. Я перемотал, наверное, монтажем, может быть, под фиксю. Под фиксю. Может быть, нет. Замечательно. Похоже, здесь у нас обложки не представлены в самом комиксе. Окей. Придется воспользоваться первыми страницами. Еще тяжелее. Ужас. Ужас. Да, здесь у нас первый том представлен только... То есть с первого по 37 выпуск. Если они сделают второй том... Если они решат сделать это в два тома, то при второй томе должен будет быть... Должен будет быть чуточку побольше, потолще. И тогда в два тома это все уместится. Вот. Ну, или реально хардами брать. Хардами удобнее, если вы собираетесь читать и любите данную серию. Собирайте хардами. Все харды уже вышли давно. В общем, powers. Так, у нас осталось не так много. Но, насколько я помню, у нас осталось не так много, но плохого осталось мало. Или нет. Или да. Я не помню. Так, смотри. Ладно. Что угадать? Ага. Да. Это у нас Абсолют Блэкэст Найта. Блэкэст Найта. Вы меня спросите. Руслан, ты что, глупый? Зачем тебе Абсолют Блэкэст Найта, если у тебя есть два омника? Где во втором есть, собственно, Блэкэст Найта? Я скажу, да, я глупый. А на самом деле, просто мне очень нравится данный Абсолют. Во-первых, мне очень нравятся события. Намного больше нравятся, чем Sinestro Corps War. И даже Rebirth. Ну, про Брайтс Дэйта понятно. Когда я читал ран Джеффа Джонсона в «Фонаре», мне нравилось, как он красной нитью проводит все через весь свой ран, идею Блэкэст Найта, потихоньку через концовки, твисты, через хранителей, идею темнейшей ночи проводит. И мне было очень интересно, что же в этой темнейшей ночи-то будет. И то, что было, было выше всяческих похвал. Очень-очень хорошее, прекрасное, классное событие, которое я всем рекомендую, если вы вдруг... Даже если вы не знакомы со вселенной DC, обязательно ознакомьтесь с ран Джеффа Джонсона в «Фонаре». Он богичен, божественно прекрасен. Оставалось немного, два комикса, если быть точнее. Всего лишь два комикса, ребят. Это ж пустяки. Вот. Далее, наверное, мой... Один из моих любимых комиксов, в принципе. За всю историю. Кто слушает эфиры, которые ведем мыслью Эброида, на тему комиксов каждую неделю в гильдии Акро, воскресенье или понедельник, иногда разница в день, по вечерам, 7, 8, 9, 10 вечера, те знают, что я постоянно упоминаю комикс Хабиби, Крэга Томпсона. Комикс Хабиби. И это у нас, друзья, не что иное, как комикс Хабиби. Хабиби Крэга Томпсон. Чудеснейшее произведение, чудеснейшее произведение чудеснейшего автора. Если вы читали комикс Блэнкетс, одеяло, кажется, перевели у нас, одеяло, то узнаете, кто такой Крэг Томпсон. Ну, примерно, знаете, на что он способен. Но, когда дело касается религии, эф, хабиби дело касается религии, когда дело касается религии, то его хочется только, ну, поцеловать. Настолько замечательно и прекрасно он нарисовал, проиллюстрировал фантазии, идеи, религиозную тематику. Так все это было замечательно, что я захотел его купить, и моментально, и купил. Мне расстраивает только то, что на обложке здесь написано Хабиби Крэг Томпсон, автор Блэнкетс. Но я люблю его не за Блэнкетс, поэтому меня немножко расстраивает эта надпись. Его многие любят именно за данный комикс и даже знают его только за этот комикс. Но Хабиби это то, за что его надо, знаете, любить. Хабиби комикс про девочку, которая взяла на воспитание. На самом деле комикс многогранен, и говорить, что он там про девочку или про мальчик, про его взросление, это будет немножко однобоко. Но если в красы не вдаваясь в религию, не вдаваясь во все это, во все эти перипетии. В целом это комикс про девочку, которую выдают замуж в ее 12 лет или 13 лет. Он сбегает из дома, находит мальчика, маленького, еще меньше. И они убегают от людей, где находят в пустыне корабль, в котором и живут. Потихоньку мальчик растет, он не выходит с корабля, то есть эта девочка это его мать и сестра одновременно. Потихоньку он начинает испытывать с ней какое-то влечение. Потому что мальчик растет, они вместе моются, и на пустыне ничего не попишешь. И он начинает в нее влюбляться, испытывает в ней похоть. И его безумно это пугает. Здесь можно даже провести аналогию с главным героем «Одеял» Крэга Томпсона, с Крэгом Томпсоном. Где он тоже испытывал такие вот чувства стыда из-за влечения, потому что это аж от шакала, от сатаны. Крэг Томпсон замечательный автор, Хабиби. Замечательная книга. Стоит дешево, выглядит красиво, сделано очень классно. Советую и рекомендую тем, кто не купил. Покупайте. Вот. И последним на сегодня становится Абсолют какой-то... Не помню... А! Угу. Вспомнил какой, точнее прочитал какой. Тот, о котором я уже говорил. Это Абсолют Айденти Крайзис. Вот он, Кридис Личности. Комикс Мелцера про смерть жены Ральфа. Это, опять же, это если не вдаваться в подробности. Комикс рассказывает нам о уже, наверное, сейчас, на данный момент, уже не самых актуальных вещах. Из разряда Тайной Личности. О правомерности использования силы в полную мощь. В общем, то, что мы сейчас видим в Плазанхиле, то, что если взять преступника и стереть ему память, можно ли так делать? Или же нет? Делать лоботомию преступникам. Но это, опять же, тут много граней. Здесь произошло очень много важных событий. В принципе, важных событий, вроде появления нового бумеранга и так далее. Остальные будут спойлеры, наверное. В общем, он выходил в Делюксе, он выходил в Абсолюте. На самом деле, я не вижу смысла... Точнее, я не видел смысла в Абсолюте. Когда... Но потом я понял, что у меня мало Абсолютов, а он стоил очень дешево. Я подумал, а какого черта? Здесь есть возможность, что бы не взять. И читать его удобно, потому что он очень тонкий. Полтора раза меньше Транспетропольта. В общем и целом, спасибо, что смотрели. Мне правда приятно, что вы смотрите данные ролики. Вообще, что вам это интересно. Потому что иногда даже меня поражает, что вам это интересно. Спасибо большое. Вы меня двигаете только-только вперед. И если бы не вы, ничего бы этого не было. Я уже что раз договорил, и я не устану это повторять, что... Смотря вам, существует канал. Смотря вам, существую я в интернетах. А так бы просто сидел бы, хиковал, переводил и собирал. А так, у меня есть возможность поговорить хотя бы насторонне с вами. Что ж, ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Да, это так работает. Комментируйте. Может быть, вам есть что сказать. Есть что исправить. Ну, сказать о том, чтобы я это исправил. Может быть, у меня... Вам не нравятся брюнеты, и мне надо перекраситься, мало ли. В общем и целом, я буду рад любой критике, любому... С любым советом, любому мнению. Пишите в комментариях. А также не забывайте распространять данное видео. Репостите его себе. Не бойтесь репостить его себе на страницу. Ваши друзья ничего не подумают плохого о вас. Только о том, что вы смотрите каких-то сраных чуваков. Но это сейчас делают все и вся. В общем и целом. Спасибо, что смотрели. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok